Искусственный интеллект теперь решает проблемы коров в селе Пудовка. Местная молочная ферма обзавелась тремя роботами. С их помощью увеличилась поедаемость кормов и надой. Задача машин подталкивать разбросанный питомцами сенаж обратно к кормушке. Как это выглядит, сегодня увидела Дарья Сосновская. Робота-лёлика коровы молочной фермы в Пудовке уже не боятся. Даже выработали рефлекс. Если машина начала свое движение, значит можно и подкрепиться. Вначале мы работали вот так вот. Не было ни тракторов, ни робота. Лопаты у работников фермы месяц как отошли на задний план. За поеданием кормов следит робот-голландец. Местные, чтобы было проще, дали ему имя – Лёлик. Вроде как еще один важный человек, который целый день подравнивает корм. Да и животноводы теперь могут заняться другими делами. Полностью, чтобы весь комплекс корма-то уходило, ну полчаса, минут 40. Через минут 20-30 заново ты опять поталкиваешь корма. Робот включается каждый час и самостоятельно начинает движение по коровнику. С помощью своей массы и крутящегося диска он бесшумно и аккуратно пододвигает то, что не съедено питомцами. 20 минут на подзарядку и машина снова отправляется в путь. Через час он где-то ходит. В течение часа он раз обязательно проходит, подталкивает корма. Это тоже очень большой плюс. Поедаемость увеличилась кормов. Ну а так как коровка сытая и молочка, конечно, побольше дает. Таких роботов приобрели во все три коровника фермы. За месяц, что чудо-машины эксплуатируется, каждая корова успела прибавить суточное мудое в среднем по литру. Сейчас в Северской спудовке их поставляют на переработку порядка 16 тонн молока ежедневно. Если лево надо, то если право, то... Но техника есть техника, может и поломаться. Если лёлик по какой-то причине остановится, животноводы могут включить ручной режим управления. Но пока, говорят работники, прикладывать руки к инновациям для коров не приходилось. Свои обязанности робот знает отлично. Дарья Сосновская, Антон Сухужин, Вести Томск.